Телемарафон с Днём Пирамохи официн распоршался у 10-х один ранец, неофицин и крыхураней. Калилстуду пришёл старшиня Аблова Конкама Геннадь Соловей. Размова об уроках Великой Чинной, сопростоянии с пробом переписать историю, значности мемориала увёзцы Алла. И ведома самое важное сегодня слово подяки веншиванию ветеранам. Дорогие наши ветераны, вы совершили векий подвиг, освобождение. Низкий вам за это поклон. Спасибо за то, что сегодня вы являетесь нашей надёжной духовной опорой. Будьте здоровы, живите долго и счастливо под мирным небом. А мы справимся с этой эпидемией. Заживём привычные жизни и обязательно пройдём к вам в гости. Будем слушать ваши рассказы о подвигах и победе. И ещё ни один салют будет дан в вашу честь. Уважаемые друзья, сильная, свободная Беларусь уверенно идёт по избранному пути. Мы сплочённая, энергичная, турбивая нация. И пока мы едины, нам не страшны любые испытания. Хоть каждый день приносит нам новые успехи и добрые дела. У семьях царят согласие и достаток звенят голоса детей и внуков. Здоровье, счастье, благополучие. С праздником, с Днём Победы. Перамога у Великой Ачыны, Галоны – историчная падия для миллионов жихоров нашей краины. У многих беларуских семьях заховываются фотосдымки военных годов. На передо дни святых, глядачей телеканала «Беларусь4Гомель» дослали журналистам свои истории зуспаминами об родных удельниках войны. Шмат экспонатов об той войне заховываются и у наших музеях. Об этом рассказывают их супрацовники. Хоть телемарафон – это не только успамины, Лея Размова, а в сучастном жите региона и той Допомозе, что оказывается ветераном Великой Ачыны. Мы в ходе обследования их жилищных условий выявляем нужды, потребности и принимаем все необходимые меры для решения данных вопросов. Это и ремонт жилых помещений, ремонт электропроводки, ремонт печного отопления. Но самое главное – это то человеческое общение, которое требует вот эта категория граждан именно душевный разговор или просто посидеть и вспомнить о тех далеких днях. А про часу встреч у студы и телемарафон телерадио компании «Гомель» это еще и промои уключения с мест сападей. Александр Гамоля провел трансляцию с митинга каля мемориала «Вечный огонь». Шестигодинный святошный марафон телерадио компании «Гомель» провела у першиню. Во время нашего сегодняшнего телемарафона мы говорили о правдивой истории той войны, о социальной поддержке ветеранов, о том, что делает государство и активисты для сохранения памяти. Но, пожалуй, самая главная задача – это было объединить жителей региона в этот великий день. И, как мне кажется, у нас получилось, несмотря на то, что это был первый опыт работы телерадио компании «Гомель» в таком формате. Мы получили достаточное количество количество звонков, сообщений с теплыми словами в адрес ветеранов, семейными воспоминаниями и также историями об этой войне. Звонки поступали со всех уголков нашего региона. И, как мне кажется, такой интерактивный мультимедийный формат еще раз подчеркнул, что мы помним и чтим подвиг наших предков и что День Победы действительно всенародный, вселюбимый и всеобщий праздник. Аликсин Цюром, Арина Джала, Йогін Макинка, телерадио компания «Гомель».